Витаю, друзья! Вы на фабрике новой. Меня зовут Евгения Кутнова. Мисс Певрозунок сегодня колышний старший офицерный легальной разведки КДБ СРСР ТСВРРФ, а также специалист международных видностей Сергей Жирнов. Сергей Олегович, я рада приветствовать вас в нашем эфире. Здравствуйте, Евгения. Привет всем нашим зрителям. Сергей Олегович, если вы не против, будем начинать нашу беседу с обсуждения вот такой вот новости. Издание Moscow Times пишет о том, что Путин с 1923 года на публичных мероприятиях стал носить бронежилет. И кроме этого, там сообщается о том, что на 9 мая также он был в бронежилете. И кроме этого, издание утверждает, что служба безопасности Путина обеспокоена рядом нападений политиков в мире, и в частности, приводит убийство бывшего премьер-министра Японии, а также вот недавнее покушение на премьера-министра Словакии Фитца. Как вы считаете, вероятность покушения на Путина насколько сегодня высока? Ну, вероятность не искал, потому что он очень мало появляется на публике, на самом деле, да. И он даже очень мало проводит личных встреч со своим окружением. Потому что на него вероятность покушения больше всего, кстати, изнутри, а не извне. Вот те люди, которые имеют реальный доступ к телу Путина, включая, кстати, его охранников. Вот, его охраняют огромные службы. Федеральная служба охраны, это отдельная организация, раньше она входила в КГБ, это было девятое управление КГБ. Вот, эта служба охраняет не только Путина, поэтому вот она такая большая, там 40 тысяч человек. Она охраняет Кремль, она охраняет все резиденции, она охраняет Государственную Думу, она охраняет высших чиновников, она охраняет даже патриарх. Вот, и плюс у президента внутри этой федеральной службы охраны, ее возглавляет Дмитрий Кочнев, генерал армии, бывший охранник Путина, бывший начальник его личной охраны. Вот, а у него есть еще у Путина служба безопасности президента СПБ, 5 тысяч человек внутри ФСО, во главе с Алексеем Кочневым, тоже его бывшим охранником. Вот, и все это устроено так, что, ну, в общем, Путин довольно трудно вообще пробиться к телу Путина, если только он сам никуда-то не выходит на люди. Он, когда выходит в последнее время на люди, это заранее не сообщается, то есть, в общем, часто это бывает импровизм каким-то. То есть, подготовить покушение, на самом деле, довольно сложно, потому что вы же должны точно знать, где он будет, в каком месте, как это будет проходить, чтобы спланировать какой-то тиран. То, что он носит бронежилет, совершенно я не исключаю, но наверняка, если и носит, он его всегда носил, это, скорее всего, легкий бронежилет, который просто спасает человека с ножом, который на вас нападает. На самом деле, ему даже не очень нужен этот бронежилет, потому что у него и так, в общем, по сообщениям, которые мы имели раньше, ему и так шьют уже довольно-давно, очень дорогую одежду. Вот эти вот его мешковатые костюмы на три размера выше, больше, это костюмы не из простой ткани, а костюмы из кевлара. Это очень дорогая ткань, специально обработанная. У него рубашка из кевлара, костюм из кевлара. То есть, в принципе, сам этот костюм является уже бронежилетом. Он не выглядит как бронежилет, но он обладает свойствами бронежилета. То есть, это ткань, которую довольно сложно прострелить из легкого стрелкового оружия, и она, в общем, защищает даже от ножа, от острых предметов. Но за исключением специальных, вот если будете стрелять уже, я не знаю, с пулями, с урановым наконечником, то они, конечно, пробьют кевлар. А так, вообще-то, это довольно интересный материал. И вот большие государственные деятели, потому что это стоит безумно дорого, то есть, это минимум 120 тысяч долларов в каждый костюм, вот если не больше. И, в общем, Путину в этом смысле даже не нужен, по идее, бронежилет. Тем более, что вот этот разговор про бронежилеты, на самом деле, это разговор не профессионалов. И это видно, что это просто Moscow Times, при всем моем уважении к этой газете, которая публикует интересный материал часто, вот я думаю, что это просто такой пиарный ход, такой хайповый ход. Он сработал, кстати, потому что все об этом говорят. Мы вот на французском моем канале вчера тоже это дело обсуждали. Но я вам должен сказать, что когда Путин где-то на людях, и есть там какой-то человек с ружьем, значит, в него выцелился, он выцелился не в корпус, а в голову. А на голове у него нет никакого бронежилета, и на голове у него нет никакого кевлара. Вот, голова и шея, все это открыто, и, в общем, там достаточно места для того, чтобы его убить. Если, так сказать, вот президента Кеннеди убили в голову, а не в тело. Вот, так что это, с моей точки зрения, этот разговор немножко ни о чем. Это такой просто получить себе немножко читателей для газеты и обсуждения в средствах у вас информации, потому что они очень любят, естественно, и слушатели, кстати, любят все эти истории про безопасность. Вот, ну, Путина, в общем, он параноик, у него, да, очень много людей, которые вокруг него, у него там есть люди, которые вместо него пробуют пищу, еду, и питье, которое он должен потреблять. То есть он не сразу ест, он никогда ничего не ест так спонтанно. Вот, но поэтому я говорю, что на самом деле не остается, риск всегда есть, и главный риск для Путина это риск теперь изнутри, а не извне. Вот, и этот риск извне, он существует. И Путин о нем прекрасно понимает, и поэтому, если вы обратили внимание, он всех своих бывших телохранителей поднимает, а не убивает и не убирает. Он их поднимает дальше во власть, показывает таким образом, что они дальше могут заработать очень много денег, стать властными людьми, ворами, жуликами наравне с Шойгу. Вот, и по этому поводу люди, которые сейчас его охраняют, может быть, они не захотят рисковать таким образом. Но риск все равно не нулевой, потому что у охранников Путина вокруг него, у них есть оружие, у них есть, они владеют приемами боевых искусств, они все молодые и сильные люди, а Путин старый пердун, извините за выражение. И поэтому, если бы его хотели, его могли бы растерзать. Я уже кому-то говорил в интервью, что вот на церемонии 7-го числа в иннаугурации, где было 2,5 тысячи человек, вот если бы эти 2,5 тысячи человек поняли, что Путин тянет их за собой в могилу, и если бы они обладали хоть немножко головой какой-то, то они могли бы просто своим весом его задавить и задушить на этой церемонии. Но никто из них не решился. Сергей Алинович, вы говорите о том, что риск погушения изнутри намного выше. Имеется в виду человек, который на это может решиться. Это завербованный человек, ну то есть охранники, которые доступ к телу имеют. Они же проходят, наверное, несколько уровней, да, какой-то там специальной проверки. Верно ли я это все понимаю? То есть, как вы думаете, как отбирают этих людей, которые имеют доступ к телу? И это кто тогда завербованный человек и кем? Может быть. Это может быть либо завербованный человек, либо человек, который просто сам по себе на что-то решился, потому что у него, например, несмотря на все системы отбора, оказалась бабушка или дедушка в Харькове, которая разбомбила российской ракетой СТС-300. И который в отместку за этого или в Мариуполе, или еще где-нибудь, или в любом другом украинском городе, и который захочет отомстить за своих родственников. Или у которого есть брат, который пошел на войну, ему оторвало две ноги, и он теперь бедный несчастный, значит, там сидит без ноги и рассказывает такие круткие вещи с фронта, как их заставляли идти на местные штурмы и так далее. Вот это никто не исключает. Сама система отбора ничего не гарантирует, потому что я сам служил в Комитете госбезопасности, в самом элитном подразделении Комитета госбезопасности, не просто во внешней разведке в первом главном управлении, а даже в управлении ЕС, разведке нелегальной. И должен вам сказать, что из Комитета госбезопасности было больше всего предателей. То есть 100 человек в первом главном управлении, которых отбирали, как вы сами понимаете, самым тщательным образом, проверяли многократно, в том числе на полиграфе, на детекторе лжи, и тем не менее они придавали, и тем не менее они уходили к противнику, тем не менее они за деньги или за какие-то другие, по каким-то другим мотивам, отдавали ту информацию, которая им положена, доступ к ней по службе. Так что никакие отборы, никогда ничего ориентировать не могут. Сергей Олегович, а в принципе, вот о ликвидации Путина, и в принципе, если Путина не станет, вот скажем так, это что-то изменит в плане ведения боевых действий, в плане ведения войны? Чуть-чуть немножко я еще закончу ответ на предыдущий вопрос. Мне могут сказать, что это теоретическая выкладка, но вот про КГБ я вам сказал, что это совершенно не теоретическая выкладка, и во-вторых, из службы, федеральной службы охраны, уже два человека за последние два с половиной года сбежали за границу. Один человек сбежал в Казахстан, другой в Латинскую Америку. То есть реальные люди, которые оттуда уже побежали, они уже есть. Вот что это изменит? Это изменит символику, потому что Путин сидит 25 лет, и если этот человек уйдет, это такая же символика, как Гитлер, как Муссолини, как Сталин. Вот посмотрите, Сталин когда умер, ведь Советский Союз не развалился, но сталинская система потихонечку развалилась. Не сразу, но потихонечку развалилась. Сначала пришел Берия, но уже через два месяца Берию арестовали, а через шесть месяцев расстреляли. Вот расстреляли Абахумова, расстреляли других палачей НКВД, потом началась чистка, потом начался 20-й съезд, прошел 20-й съезд, вот, и потом началась чистка, и КГБ стали сокращать, и так далее, и тому подобное. То есть убрать человека, чьим именем называется режим, а режим называется путинским, безусловно. Вот, он отстроил, Путин отстроил свой собственный режим, который носит его имя. И поэтому убрать человека, чье имя носит режим, это, в общем, уже наполовину ослабить этот режим. Этот режим вообще сам по себе очень слабенький, потому что мы это видели, уже с вами обсуждали неоднократно, что когда в прошлом году, 23-24 июня, вот скоро будет год уже этого приложенского мятежа, он показал, что Путина не вышел защищать никто. То есть на самом деле у Путина нет никакой поддержки реальной, и все это идет просто по инерции, потому что люди боятся проводить какие-то радикальные шаги. Попытки такие были, кстати. Вот попытки Путина убрать Путина без гражданской войны и мирным способом, это была попытка, когда через Кремлевскую администрацию разрешили, допустили Надеждина к гонке президентской. И когда увидели вдруг ястребы кремлевские, что Надеждин начал набирать огромную популярность, что к нему выстроились 211 тысяч людей поставить подпись для него, вот они это испугались и сломали эту систему, которая была запущена условными либералами вокруг Путина. Но тем не менее, вот смотрите, все последние перестановки доказывают, что вот эти либералы, которым не удалось протащить Надеждина, они все-таки победили ястребов, и они добились отставки Патрушева и Шойгу, потому что не надо, так сказать, заблудаться, и Патрушев и Шойгу ставшие отставлены. Они больше не являются главными людьми, которые занимаются принятием решений. Они еще где-то там вертятся, Шойгу сидит в Совете Безопасности, Патрушев тот числится помощником, и время от времени появляется в Совете Безопасности, но все, их эпоха уже уходит. И то, что поставили Белоусова на место Шойгу, это для того, чтобы развалить Министерство обороны. Министерство обороны сейчас будет развалено на 6 месяцев минимум, потому что когда такой человек приходит, и там проходят аресты, практически половина заместителей министров или отставки практически всех заместителей министров, то аппарат на это министерство встает, оно не больше не будет работать. Дальше были изменения уже в окружении Герасимова в генштабе. То есть на самом деле сейчас Министерство обороны Российской Федерации парализовано. Парализовано. Это отличная новость для Украины. И этого добились ни Патрушев, ни Громов, ни Сечин. Этого добились прагматики вокруг Путина, потому что они поняли, что вот эта история с постоянной войной без конца, она хотя и обогащает людей в Российской Федерации, в прошлом году было 110 миллиардеров, в этом году 125 долларов миллиардеров, она все равно ведет к обнищанию России, к убийству России, к уничтожению российского генофонда, к уничтожению российской экономики, российской государственности, российского общества. И вот люди вокруг Путина есть, которые это понимают. И на самом деле вот эти назначения, они показывают, что побеждает немножко более рациональная часть вокруг Путина. И перетасовка колоды, той же самой колоды, показала, что начинают двигать какую-то молодежь, начинают оставлять каких-то старых пердунов и начинают оставлять абсолютных ястребов, которые занимаются войной без конца. Сергей Олегович, вот вы говорите о том, что в частности эпоха Патрушева и Шойгу уходят, а вот Путин назначил Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса, то есть поручил им развивать оборонный комплекс. А это тогда как понимать? То есть это снова такие серии врагов держу возле себя или как? Нет, но Евгения, вы же понимаете, что Шойгу такой вор, что куда его ни назначишь, там будет все разворовываться. То есть Путин, назначив его на координацию оборонного комплекса, он таким образом дал ему возможность разворовывать оборонный комплекс. То есть он будет разваливаться, оборонный комплекс. Именно тем, что Шойгу его будет разворовывать. разворовывать. Вместо того, чтобы в этом оборонном комплексе 100% выделенных средств выделялись довольно серьезные следствия на оборонный комплекс, только половина или две трети будут доходить до реальных программ. Он на самом деле слабо работает, этот оборонный комплекс. Там работают только такие кондовые советские части, да и то с большим трудом. И, кстати, эта коррупция, которая повсеместно на всех этажах присутствовала, она единственный механизм, который еще позволял крутиться этой машине большой, потому что коррупция это смазочное масло этой машины. Без коррупции эта машина вообще не работает. И когда Шойгу ставят во главе этого комплекса, ну вы помните, да, вот там формально заместителем Путина там был Медведев военно-промышленной комиссии. И Медведев ведь тоже пьяница и идиот полный. Он там грозил сталинскими какими-то расстрелами и в результате чего? Этот комплекс не работает. Как вы думаете, зачем Путин на поклон едет в Иран? Зачем Путин на поклон едет в Китай? Зачем Путин на поклон едет в Северную Корею, если у него работающий военный и промышленный комплекс? Да нет, там ничего не работает. Потому что у Российской Федерации для начала нет своей электроники. Вообще, вообще нету своей электроники. У нее допотопная советская электроника и вся электроника, которая работала, это была электроника иностранная. И даже военные военные компоненты вставляли иностранную электронику. И обманывая Путин, ему говорили, что мы построили советскую, российскую новую электронную промышленность. Она у нас лучше в 23 раза, чем советская. Она у нас покрывает в 3 раза все наши потребности. Это все бронье. Это все бронье. Закупали чипы в Тайване, в Китае, в Гонконге, в Америке, в Европе, где угодно. В Турции, в Арабских Эмиратах. Потому что даже в Сарматах, даже в стратегическом оружии, даже в кинжалах стоят иностранные чипы. Без них они не летают. Летать не могут. Бывший военный Мэтью Хук заявил, что Россия может атаковать американские и британские цели в Украине. Правда, он сомневается, что РФ пойдет на такой шаг. Говорит, что Украина подошла к самой большой красной линии Путина. И говорит также о том, что Российская Федерация боится эскалации. Это когда мы, в принципе, говорим о том разрешении, которое получила недавно Украина, о нанесении удара по территории Российской Федерации западным оружием. Сергей Олегович, снова таки, как вы считаете, и в эфирах пропагандистских, сейчас снова таки звучат разные, скажем так, предупреждения, угрозы. Вот депутат Гурулев заявил снова таки о том, что нужно сбросить ядерную бомбу именно на Нидерланды. Имеется в виду, что, как вы считаете, боится ли РФ эскалации снова таки, и есть ли чем РФ ответить на вот это, на вот снятие вот этих вот ограничений? Ну, во-первых, что боится, потому что эскалация ядерная, это на самом деле, вот на словах это красиво звучит. А когда вот лично вас, вот все эти люди, они просто не понимают, что они говорят, или говорят совершенно безответственно, потому что, если они думают, что им не прилетит ответка, то это они очень глубоко заблуждаются. Им, кстати, это регулярно показывают. Вот тем людям, у которых есть голова, им посылали меточки такие, открыточки. Открыточку послали в Энгельс-2. Это аэродром стратегической ядерной авиации Российской Федерации. Туда прилетело две открытки 5 декабря 22 года и 21 декабря 22 года. Прилетело и показали, кто-то показал, то ли украинцы, то ли неукраинцы. Показали, что этот стратегический аэродром не защищен ПВО. То есть, все те самолеты, которые на нем стоят, если туда прилетит что-то серьезное, если туда не прилетит просто дрон такой проверочный, а если туда прилетят настоящие томагавки, например, то от этого аэродрома не останется ничего в одну секунду, потому что он просто не защищен ПВО. То же самое было в Дягилево. То же самое было с радарами недавно в Воронеже. М2 радара в Ворске и в Воронежской области. То же самое было с дачей Путина в Алтае, которая сгорела. Стратегический объект, резиденция президента Российской Федерации, в нем сгорел главный корпус. Это все меточки, это все Путину говорят, что вот когда вы говорите про ядерное оружие, вы не забывайте, что вам, во-первых, нужно, чтобы оно у вас полетело, а в этом есть сомнения. Во-вторых, нужно, чтобы оно долетело, а в этом есть сомнения, потому что Путин говорил, что у него есть, например, такой абсолютный носитель, который сбить никто не может, потому что он самый быстрый, гиперзвуковой, меняет траекторию, называется кинжал. И этим кинжалом он попытался ударить по Киеву. Слава Богу, в Киеве стоит американская система Патриот, которая благополучно этот кинжал сбила. В результате трех ученых, которые разрабатывают кинжал, арестовали. Сейчас арестовали 12 человек, которые связаны с программой гипероружия российского. Потому что было выяснено, что вдруг, что никакие цирконы, никакие кинжалы, никакие сарматы в Российской Федерации не летают и не выполняют ту задачу, про которую Путин рассказывал на мультиках и на картинках. Вот у России нет ни одного сармата летающего. Они запустили, единственное, у них было три в сборке сармата по состоянию на 22-й год. Был один собранный, в котором были еще досанкционные компоненты западные, в том числе чипы иностранные, тайваньские. Этот сармат 20 апреля им удалось запустить, провести нормальное испытание. Окей. А дальше Путин сказал Рогозину, который тогда был директором Роскосмоса, ты мне должен собирать по сармату в месяц. Рогозин ему вешал лапшу на уши все годы, пока Рогозин работал. Ничего там не делалось. Не мог он ничего сделать. Вот такая же история, которую я только сегодня утром начал, еще до конца не прослушал, но всем советую прослушать беседу Микаэла Крутихина с Марком Фельгином по поводу Сибири-2 по поводу газовых проектов и нефтяных проектов. Там все высосано из пальцев, там полный обман, там ничего не делается по-настоящему. И вот даже в стратегических областях, потому что некоторые люди говорят, ну ладно, вот у нас все разворовывается по всей России, но есть стратегические области, где все работает, потому что туда-то деньги выделяются, вот там-то контроль, там-то учет, там-то приоритет и так далее. Помните, значит, танк-армата. Путин говорил, мы разработали самый лучший в мире танк, который называется Армата. Вы его видели? Где он? Где этот танк-армата, который должен был воевать в Украине и который должен был за три дня разбить все иностранные танки, все Абрамсы, все Леопарды и так далее? Его нету, потому что выяснилось, что это фикция, просто фикция, его нету, физически его нету. Путин говорил, что у него, значит, ядерные силы очень сильные и что они модернизируют даже свои стратегические ядерные бомбардировщики. И во время выбранной кампании он летал на таком модернизированном бомбардировщике Ту-160М модернизированной. Вы знаете, что через месяц после того, как Путин на нем летал, этот бомбардировщик полетел на очередное испытание, у него загорелся один из двигателей и этот бомбардировщик сгорел и упал. Его больше нету. Вот тот самолет, на котором летал Путин, вы можете прогуглить, Ту-160, на котором летал Путин, и вам выйдет ответ о том, что расскажут, что он в марте месяце сгорел. Вот все, нету этого стратегического бомбардировщика. Вот так все устроено в Российской Федерации. Сергей Олегович, Украина получила это разрешение, но наши военные говорят, что этого недостаточно. В частности, об этом президент также говорил о том, что удары наносятся по приграничению, но те же военные аэродромы, о которых вы только что рассказали, находятся в голове и нужно расширять географию. Джун Кирби говорил о том, что Соединенные Штаты рассматривают такую возможность. Как вы считаете, все-таки снова, может ли Украина также надеяться на положительное решение? И как вы считаете, козыр ли это сейчас в руках Украины именно снять вот эти вот ограничения? Украина безусловно может на это поделиться, потому что точно так же все было начиная с 24 февраля. 24 февраля вообще все думали, что Украина сдастся за три дня и Путин в том числе, ну и, кстати, и американцы, потому что американцы считали, что Украина не сможет защищаться и Зеленскому предлагали вертолет, чтобы его эвакуировать в Польшу. Вот он не отказался от этого. Дальше ему говорили, что никто помогать Украине в боевом плане не будет. Это красная линия, нельзя атаковать, ничего. Дальше дали стрелковое оружие, дальше дали дживелины, дальше дали хаймассы, дальше дали гаубицы, вернее, сначала гаубицы, потом хаймассы, дальше дали танки, дальше дали ракеты, Storm Shadow и Скальп, и разговор идет, давят на Шольца, чтобы он дал Таурусы, дальше дали и так далее, и тому подобное. И теперь говорят о самолетах, теперь дали разрешение на применение. То есть вы понимаете, что на самом деле, и каждый раз, когда Украине что-то давали, президент Зеленский всегда говорил, что этого мало, давайте следующее. А почему тогда не дать все сразу, Сергей Олегович, если все очевидно? Ну, нет, все очевидно, это нам очевидно, а тем людям, которые мыслят геостратегически, им здесь очевидности никакой нету, потому что они все-таки боятся, потому что Российская Федерация, мы можем на ней издеваться, мы можем говорить о каких-то несоответствиях того, что она заявляет, и реальности, но все-таки формально это страна, у которой есть 45% ядерного потенциала, по крайней мере, на бумажке так числится, и недооценивать это не могут Соединенные Штаты Америки, они являются такой же страной, у которой тоже 45% ядерного потенциала, они боятся мировой войны, можно говорить там номер, третья, четвертая, потому что с моей точки зрения третья уже была, она была холодной, она была с 1946 по 1991 год, а сейчас уже началась давным-давно, уже четвертая, она уже идет, она уже началась с нападения Российской Федерации на Грузию, вот уже на Грузию, в 2008 году, когда Россия напала, уже началась эта самая новая война, потом она продолжилась там в Сирии, в Африке и так далее, и потом сейчас она идет в Украине, вот, и она идет, потому что за вами стоит 54 государства, то есть как, они, конечно, не участвуют напрямую в этой войне, но они вам помогают, и то есть, на самом деле, из России тоже стоят несколько государств, то есть на самом деле война-то мировая уже идет давным-давно, она 10 лет уже идет, даже больше, вот, с 2008 года, но эти красные линии Запад для себя выстраивает, с одной стороны, они парадоксальны и даже идиотические, потому что в мире, в истории войн человечества, за всю историю человечества, никогда не было ни одной войны, где государства, на которые напали, ему бы запрещали использовать оружие против агрессора, который на него напал, так говорить, ну, по его территории бить нельзя, вот, бейте, только на своей территории, а на его территории бить нельзя, это полный абсурд военный, вот, но геополитически это было понятно, что боялись, что в ответ Российская Федерация применит ядерное оружие, но ядерное оружие по доктрине Российской Федерации применяется тогда, когда есть угроза существованию Российской Федерации, то есть экзистенциальная угроза, и поэтому ей каждый раз показывают, вот такими маленькими шажками, что существованию Российской Федерации никто не угрожает, никто не покушается на территорию в 17,5 миллионов квадратных километров Российской Федерации, и от того, что ударят по складам боеприпасов, которыми пользуется Российская Федерация в войне против Украины, от этого не изменится территория Российской Федерации, она не перестанет существовать. Даже если Путина скинут в результате того, что Россия выйдет полностью из Украины, не изменится территория Российской Федерации, она не перестанет существовать, государственница не перестанет существовать. И таким образом просто ему каждый раз показывают, что все очередные удары, даже с новыми видами оружия, даже с мощным каким-то оружием, даже с большими объемами этого оружия, даже когда ему разрешают, Украина разрешает бить по территории Российской Федерации по военным целям, это не ставит под сомнение сам факт существования Российской Федерации. Вот для чего соблюдает все эти рассмотрения. Сергей Олегович, я уточню, скажите, пожалуйста, а вот при условии того, что Украина сейчас получает новое вооружение, мы перечислили целый инспектор, и в частности это шлем-то самолет, имеется в виду, что вы видите такой сценарий, при которых удастся таки довести ситуацию до того уровня, что Российская Федерация будет вынуждена покинуть актированные территории Украины. Да, вполне реально, все зависит просто от уровня помощи. Пока что вам дают в лучшем случае паритет. То есть, в лучшем случае вам дают достаточно оружия, чтобы вы могли стоять на фронте и не пускать Россию дальше. вам пока что еще ни разу не давали оружия больше, чтобы вы могли победить Российскую Федерацию. Такое состоялось в сентябре 22-го года, и вот тогда они побежали из Харьковской области, тогда они оставили Херсон, но если бы вам тогда сразу вдогонку дали бы пакет большой помощи, то состоялось бы контрнаступление. Россия, кстати, его очень боялась, Россия не была к нему готова. Но, к сожалению, из-за того, что были проволочки, Россия дали возможность выстроить линию обороны Суравикина, выкопать эти рвы, поставить надолбы, заминировать территорию и так далее. И теперь ситуация такая, что для того, чтобы Украина смогла бы вытеснить Российскую Федерацию со своей территории, ей надо разрешить, во-первых, бить в глубину километров на 300, таким образом вы убьете всю логистику. А если вы убьете всю логистику, то России просто нечем будет воевать на фронте. И создастся точно такая же ситуация, как в Херсоне. Только в Херсоне это было заметно, потому что там был мост, по которому они переправляли боеприпасы, еду, продовольствие и медикаменты, и свежие силы. Как только вы нанесли технический уроз этому мосту, доказав, что по нему больше не могут ходить грузовики, все, Российская Федерация поняла, что ей надо драпать из Херсона, потому что ей умрут в голоду, потому что это будет блокада, вторая ленинградская блокада. Только поэтому. И если вы сейчас убьете эту логистику за 200 километров от фронта и за 300 километров от вашей границы, то России просто нечем будет воевать. И просто люди там может быть и будут еще, там можно посылать каких-то людей, но у них не будет снарядов, у них не будет еды, у них не будет снаряжения, другого какого-то оружия не будет и так далее. Самих людей даже можно грубо говоря составы с людьми тоже пускать под откос и в общем они будут гибнуть. И таким образом можно просто истощить, обескровить ту группировку, которая находится на украинском фронте и России ничего не останется, как уйти. То же самое может быть в Крыму. Вот Крыму надо положить две вещи. Надо перерезать железнодорожную ветку, которую они сейчас строят и положить Крымский мост. И все, и Крым ляжет, потому что без внешнего снабжения Крым не может жить. Эта территория, кстати, вот поэтому Никита Хручев в свое время его передал Украине, потому что если его отрезать от снабжения, то этот полуостров, у которого нет собственных ресурсов для жизнеобеспечения, он просто умрет от голода, от жажды, потому что если переезд в водопровод, который идет из Днепра, то и все, и у Крыма не будет воды. Воды там нет, просто элементарной воды нет. И тем более там нет ничего, что они сами производят. Ну, у них там вот сейчас июнь месяц, там у них черешня растет, в июле месяце персики будут расти, яблоки у них есть, картошка есть, то есть сельское хозяйство там есть, но ничего другого нет. Хлеба там своего даже нет. И поэтому может создаться такая ситуация, когда Российская Федерация сама примет решение уйти с территорией Украины. Вот плюс, но вот в военном смысле, вот смотрите, вам сейчас условно давали, там американцы дали пакет в 61 миллиард, но это же на два с половиной года. Грубо говоря, вам дали там 25 миллиардов или даже 15 миллиардов военной помощи, а у России госбюджет в оборонной 120, 120 миллиардов. Ну пусть они не все идут на военную помощь, но у них там миллиарда 30-40 идет прямо на вооружение. Причем это идет по покупательным ценам Российской Федерации, то есть там все дешевле. Для того, чтобы ее победить, грубо говоря, вам надо, чтобы Запад выделил 200 миллиардов вооружения. Вот если вам вооружение поставят на 200 миллиардов, прям вот разово, мощно, в течение двух месяцев, вот тогда у вас будет достаточно силы того, чтобы не просто стоять и выстаивать под напором Российской Федерации, но даже ее разбить головой. Хорошо, Сергей Олегович, будем следить за тем, как будут развиваться события, конечно же, будем анализировать. Я благодарю вас, как всегда, за все ваши интересные ответы. Спасибо вам большое за то, что вы всегда находите и уделяете внимание нашим зрителям. Друзья, я також хочу подякувать за увагу и вам. Я нагадую, подписывайтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свои комментарии, залишайте свои запитания, и мы обовязково будем оставить их нашим шановным спикером. Друзья, я нагадую, подписывайтесь, будь ласка, на авторский YouTube канал нашего шановного гостя, там також и цикарь и гости, и цикава аналитика. Еще раз всем дякую за увагу и зустрянемся на следующих эфирах. Сергей Олегович, будем вас чекать у нас. Дякую. Дякую.